Зазор по дверям скачет, бампер видно висит. Посмотри, видишь, уже трещина. Вот. Вот это все трещина. Ну, потому что васел, сука. Ну, можно приехать к нему сейчас. Вот тут вот так вот вся вот эта часть, она врезанная. А, так нет, только реку. Заглушку, они по-варварски просто в торпеду. Где он? Внимательно посмотри. Чуть позже из редуктора такой же появится, из коробки. Так он ее брать будет? Да. Друзья, всем привет. Сегодня будет история обычная с будней автоподбора, назовем ее так. Будет три автомобиля, два из них выпало под ключ. Под ключ это когда выпадает дофигище всяких разных автомобилей. Мы их предварительно смотрим. Всякую хрень мы отсеиваем, а вот то, что осталось, вот те сливки, вот то мы и поедем смотреть. Ну, а мне достался разовый осмотр. Тут сильно не выбираем, тут вот надо осмотреть и по факту рассказать то, что есть. Будет интересно. Киев, 28 июня. Имеем Lexus NS350. Правая боковина крашена. Сейчас я зайду на левую, посмотрю. Пока внешний вид, там есть мелкие костки, притерки. Но здесь плюс-минус, оно все интересное, нормальное. Бампер чуть-чуть не стоит на месте. Крыло здесь с косткой. Короче, посмотрев на Lexus, ну, предварительно, пока я ехал на этот Lexus, я уже узнал по истории, что эта машина, она была в 2012 году. Первый раз, когда продана, там было ремонт на 12800 гривен. Ну, то есть это типа не страшно, что-то там было с задней левой дверью. Потом, в 2017 году, у нее был ремонт на полмиллиона гривен. И вот здесь вот есть момент, надо выяснить, это что-то по наружи или это нарушена целостность кузова. И вот здесь вот и, естественно, нужно смотреть. Куда смотреть? Я с легкостью определил, что задняя правая часть, она тупо вваренная. Так, и значит, сразу заглядываем. Вот момент, где оно вваривалось. Сейчас я вот открою. Вот где оно варилось, вот где оно резалось. То есть вот тут вот так вот вся вот эта часть, она врезанная. Если посмотреть, вот оно одного цвета. Да, оно хорошее, но вот эта часть деланная. Далее, по багажнику. Ну, здесь надо сильно подразобрать. Плюс вот это то, что заклеено типа шумоизоляции, это как раз в данном случае спрятаны следы. Но заказчик говорит, а давай-ка мы посмотрим всю машину. Если больше ничего не находим, то будем еще торговаться. А я напоминаю, что Lexus такой стоит. Средняя цена 17, этот продается за 13. Акцентирую внимание на том, что этот европейский. Смотрим дальше, насколько он хороший и красивый. И побежали сразу по значениям. 268, 251, 224, 228. То есть тут, в принципе, второй класс. Очень легкий ремонт. Тут нормально. Вся беда будет вот здесь, на месте врезан. Здесь уж шпаклевка не пробивается. Дальше по проему. Проем тоже крашеный, но не ремонтированный. Здесь, ну это мы чуть позже все разберем, снимем. Если надо, будет. Здесь тоже внутри проема шпаклевочка. Вот она тоже вся. Тут дух, вот пошла трещина. Вот отсюда и вот так. Вот это все треснула шпаклевка. Полтора миллиметра. Хотя заявлено, что проем не крашеный. Я звоню заказчику во второй раз. Я говорю, дружище, здесь вареная четверть. Уйдите от этого автомобиля. Не нужен он. То есть силовая конструкция этого автомобиля уже нарушена. То есть ценности у этого автомобиля нет. Даже пусть он стоит 13, да, класс. Но заказчик мне говорит, слушай, я на этого ездил на битой Camry. Мне все нравилось. Ну давай посмотрим дальше. Все-таки заплатил за осмотр, смотрим дальше. Окей, хорошо, смотрим дальше. Но на этом этапе я акцентирую внимание, что эта машина уже не нужна. Он хочет идти дальше в смысле. Ремонта жесткой шпаклевки здесь на дверях нет. Тут нормально все как и заявлялось. Крыло ремонтировалось, шпаклевалось, красилось. Здесь вот чуть больше миллиметра. Здесь полмиллиметра. В общем крыло выведенное. В зазоре оно плюс нормально. Здесь вот капот чуть-чуть утопленный. Здесь оно торчит. И тут в принципе в зазоре видно вот лак треснул. Вот эта дверь тоже крашеная. Если что. Там кусок, да, где все? Ну в смысле дверь. То есть вся, я думаю. Дальше заказчик не совсем понимает, о чем речь идет. Я говорю, окей, я сейчас включаю камеру, говорю по телефону и сразу же отправляю видео. Ну для того, чтобы было понятно, о чем речь. Ну тут по 2 миллиметра шпаклевки. Тут вообще не пробивается. Вот эта вот часть у нее в принципе варена и аж вот сюда. Периодически будет резкая шпаклевка, ее надо будет подкрашивать, перекрашивать, переделывать. Зазор по дверям скачет, бампер видно висит. Трещина, которая была снаружи, ему видную часть заделали. А трещина, которая внутри вылезла, на нее, видать, просто не обратили внимания. Когда начали полировать, оно запылилось и все. Посмотри, видишь, уже трещина, вот, вот это все трещина. Ну потому что васел, сука, ну можно приехать к нему сейчас пускай берет. Мерседес Бенч ЛЕ 350 AMG 2021 даже года, 7000 пробегов. В общем, весь в пленке, обтянут. Официально куплен, продается один. А, так не, это перекуп. Ну, я пока что говорить перекуп, не перекуп не буду, потому что человек еще не знает. Одесса, как говорится, пуждитель. Он привез ржавый раллик, который мы полчаса не могли поднять. Тупо отнилой, там, подрамник даже снивший один. Вся крыша в шпаклевке, просто я сразу сказал, что я ее не рекомендую. Такой чувак еще и на меня жалобку ставил. Так, очередной CR-V. Этот пока выглядит красивее всех. Сейчас мы его проверим поподробнее. Хонда CR-V, третье поколение, 11-й год. Пробег 126 тысяч. Заявлено автомобиль целый, не битый, не крашенный. В максимальной комплектации от двух владельцев, по-моему, было заявлено. Этот пластик, это или комплектация, или уже сами делали люди. Но вот этот пластик, он покрашен в цвет. Вот почему она наряднее выглядит. Ну, в принципе, покрашена хорошо. Вот этот был зачес, подкрасили карандашиком. Открасили и полирнули. То есть, локально сделали, не красили всю дверь. Так, тут кусок машины, кусок крыла, вот этого, который пескоструется лучше всего. И капота, он наклеен в пленку. Фары в пленке. Фары немутные, фары хорошие. Пластик тоже весь на своих местах. Тут комплектация на больших дисках. Это 18-е колеса. Ну, тут уже какие-то тюнинговые диски тормозные, перфорированные. Износа процентов 30-40. Протертый подкрылок. Я думаю, все-таки великоваты колесики сюда. На стекле вижу сколы. Раз, два, три. С этой стороны, да, стекло в сколах. Зато хром целый. Стекло оригинал. Оригинал. Оригинал форточка. Так, тут задние тормозные диски в хорошем состоянии зато. А, и резина, 19-й год. И это Toya Proxxas. Это хорошее колесо. Запас по протектору еще большой. Панорама целая. Фонарь целый, без трещин. Стоит по уровню, по зазору. Бампер, вот эта накладка крашена. Тут все по заводу. Все крышечки, все на местах. Форточка оригинал, стекло оригинал. Он протертый подкрылок. Пластиковый. Когда загружают машину, или когда машина едет по трассе, попадает в какую-то яму, срабатывает подвеска, у нее затирает, достает туда. Колеса чуть-чуть шире, я так понимаю, чем надо. Да, 225 на 60. Немного, наверное, не рассчитано на эту ширину. В принципе, автомобиль весь в родном окрасе, если не считать вот эти накладки пластиковые. Но это делалось для красоты, как я понимаю. Но покрашено все довольно неплохо. Вот эти все детали. Подмазанная точка раз. Этих точек подмазанных очень много. Вот по капоту. Но хорошо, что они все законсервированы. Сколы на пленке, если что. Под пленкой не вижу никаких сколов. Пленка, видать, наклеена была давно. Стекло, кстати, меня на стекло не заводское. Дальше салон. Капот нормальный. Капот не крашен. И так и заявлялось. По крыше у нас 700 тоже красилось. Фары норм. Фары оригинальные стоят. Стекло оригинальное стоит. По крайней мере, гравировка лазерная. Это можно будет просветить, посмотреть. Нарисовали эту гравировку или нет. Но в любом случае, если даже рисовали, то рисовали ее с хорошего стекла. Улыба. На просвет. Я не вижу, чтобы она была с чего-то переделанной. Блин, тяжело ходит. Значит, где-то что-то не совсем на месте. Ну, да, вон там вот кривозаправлен. Ну, в общем, салон, я думаю, он уже крашен. Ну, то, что думаю, утверждаю, что он крашен уже не один раз. 2011 года ремень. Машина у нас 2012. Ну, плюс-минус может такое быть. По стеклу. Я думаю, умененная, потому что не ровно стоит уплотнитель. Ремни, как минимум, все отрабатывают. Ну, по салону пластик симпатичный. Карманы не растянутые. Что у нас? Шторки не рассыпанные, как минимум, работают. Вон, срезали заднее стекло, чуть-чуть повредили саму обшивку. Ну, совсем чуть-чуть. С этой стороны тоже. Здесь вот затекло, видать, где-то протекает. По самому уплотнителю. Вот, когда срезали стекло, срезали его, типа, аккуратно, но все равно поподрезали уплотнитель. Срезали стекло для того, чтобы его заново в клей, для того, чтобы заменить бочину. Или же просто вырезали с другого автомобиля. Точно так же здесь полка клея здоровая положили, и уплотнитель не прилегает. Тут по-хорошему надо было бы новый уплотнитель, а здесь делали, срезали с сохранением старого. Но, соответственно, цена у этого автомобиля 13. Не 17, как ближайшие друзья, а 13. Поэтому, типа, дешевле уже нифига нету. Еще раз акцентирую внимание. Вот эта машина самая дешевая в интернете. Дешевле просто нету вот этого года. Мы призвину через годину будем на месте. А вот едет наш Мерседес. А здесь же, блин, типа, двухсторонка. За перекрестком односторонка. Это же Колумбур, Одесса. Продолжение следует... Сиденье выглядит лучше всего, есть маленькая коцка, вот на сиденье, вот царапинка, но сиденье самая целая, вот этот валик традиционно заломанный, рычажок тут хороший целый не запертый сильно, педаль также стерта как и у всех, ковролин, но машину не химчистили но она такая достаточно ухоженная, передние двери также не откручивались, крыло не откручивалось ручка не затертая, не стертая, руль не перешивался и не красился да, видно что не химчистили, это просто она в таком состоянии каталог светлый, он очень маркий полочка есть, комплект ковров текстильных и докатка в чехле, я так понимаю там баллон багажник ничего такого не тягал, потому что пластик в хорошем состоянии надо смазать вот эти направляющие, пересохли интересно 12600 она продавалась у них, сейчас 12300 стоит ценник проем не окрашенный, это также, направляющие также надо помазать есть такая царапина здесь, как будто ковыряли чем-то есть мятина от ремня радиатор двигателя сухой отсюда я ничего не вижу каких-то криминальных вещей антифриз в нижнем уровне стоит также установили решеточку от крупных насекомых, чтобы не били по сотам масло есть, масло в уровне и по цвету оно нормальное подушка здесь восстановленная стоит, как минимум не с завода, но она здесь есть молдинги стоят нормально, но чуть-чуть здесь зазор большой, здесь он меньше есть ли куда, да, двери регулировались как минимум, снимали здесь тоже вода натекла с фендиционера, я думаю да, кондей, впереди тоже поламанный пластик на бампер, бампер не стоит на месте вот здесь такие закладные поставили, для того чтобы открылых держался эпицентр саморезы а здесь у нас ой синяя, белая, красная на следующий день, когда человек уже посмотрел все видеоматериалы если честно, мы не поехали эту машину смотреть, мы нашли чуть-чуть дороже если интересно, сделаем отдельную историю, кстати, напишите в комментариях нашли другой Lexus, это был уже другой наш технический специалист, это был Андрей машина вот, хотя немножко дороже, вот совсем немножко, но машина классная эта на подъемник не пошла это, конечно, немножко не стандартно, то что начинаем с подъемника но пока были свободные подъемники чуть-чуть грязи под пленку попало это, скорее всего, что консерва консервная смазка ну не, масло, чтобы это масло было, оно было бы темнее но она жирная жирная, правильно вот консервные смазки, они вот такие идут уже деталь никогда новую не покупал а вот это масло потому что это дизель вот смотри как мерседесы начали на крайслере делать на фиате, вот качество сборки как герметики все лежат вот отсюда вообще как будто коробка крученная верчит вот так мерседес потерял свое качество типа как пятилетняя машина там окей не, Серег дивом внимательно посмотри здесь масло перелили немного, и оно через сапун даванули давануло немножко, понял пару капель ты думаешь давануло его? да это одна из причин почему нельзя уровень наливать полный потому что оно в любом случае найдет куда ему уйти я ничего не вижу оно же если бы масло вот смотри в каком оно количестве оно бы уже в каплю собралось бы а так оно, видишь вот коричневое стало и в каплю оно не собирается чуть позже из редуктора такой же появится из коробки питания по технике нет можно ставить обратно защиту там когда меняли вон масло крапалечку масло перелили перелили, да? ну нормально, сказать что он обсыкается нет, нормально и тут целенький что здесь нет пистонов здесь по красоте подушки меняли недавно, да? вот эту а не, да, не меняла она треснута подключиться почитать могу мозги автомобиля запустите двигатель так, читаем ну в принципе все здесь в истории то есть активного я пока ничего не вижу да, никаких активных ошибок у нее нет все отрабатывает нормально историю не чистили по крайней мере за последние 283 дня и она есть предыдущая а сейчас я почитаю ее 10,3 расход средний за 420 км тоже хороший показатель знаю что у клиента есть по-моему 13-го или 14-го года он говорил ЦРВшка а то они еще одну берут насколько я понял и он так чуть знает что такое Хонда знает нужно так сказать слабые места вот мы сразу по ним бьем то есть повышенное сопротивление или обрыв или скачок напряжения ну короче все как всегда связано с аккумулятором поэтому сама подушка функционирует а мы сможем если что приехать тут такая эстакада или яма чтобы снизу на нее посмотреть эстакада есть в гаражном кооперативе внутри зрения инвест о, шикарно Сука да сука о, менты вовремя мне спрятаться могла бы ее помягче ехать хотя в нее ничего не тарабанить не стучить мы ехали там была дылянка с плохой дорогой вона ехала очень сбыто очень уверенно коробочка очень плавно все без рывков без всяких затримок очень плавно непомятно переключает не резиновая как они полиуритон в полостях в пустотах скажем так под задней подвеской где там треугольники где лонжерон там с кузовом соединяется там всегда у всех будет в той или иной степени но здесь немного есть но это прям не критично то есть его еще даже есть смысл обработать и есть смысл он еще будет держать потому что там все дренажи целые ты видишь отверстие дренажное и даже видишь что живой металл там не просто вот уже коржи ржавые а просто нормальный живой металл пузов просто бомба пластик весь на месте вот тут задавали чем-то наверное протерлась где-то брюхом это в принципе не в чем оно все целое тут все клипсы все защёлки на местах крестовина полетки целая задняя стенка мотора как я сверху заметил все сухо сальники не текут надо брать и сразу будут вопросы 126 тысяч или 123 я точно там не помню почему почему такого не бывает такого и так далее да такое достаточно редко встречается но есть куча факторов куча моментов на которые надо обращать внимание например степень износа и или ремонт салона как производился когда и как если салон ремонтировался соответственно вряд ли там сто тысяч или же вот как конкретно црв касается для меня маркером является это задняя подвеска конструкция такова что задние пружины изнашиваются как правило там сто пятьдесят сто шестьдесят тысяч они проседают сильно проседают их меняют то есть если мы видим машину с пробегом сто двадцать тысяч но у нее уже меняные задние пружины вряд ли там если только в ней не возили цемент и картошку вряд ли там пробега будет сто двадцать тысяч в этом автомобиле допустим пружины не трогали они заводские оригинальные и колеса чуть-чуть самой малость стоят домиком что говорит о родных поперечных рычагах которые держат вот эту всю систему они тоже родные что соответствует также пробегу заявленному идем торговаться она у вас по цене сколько стоит двенадцать триста давайте торговаться и будем забирать вашу машину здесь вот только начала отходить пленка фары родные это не крученый скорее всего шоу тот кто менял масло что-то сюда положил и сделал такую капу движло на лессинге масло тоже еще зеленоватое все автомобили которые садблю парши ягуары все езды на мерседесском на мерседесовском отблю потому что она самая лучшая это какая-то веточка видишь от ногтей заклеили пленкой по-нормальным целлофанчик еще не распечатывали заглушками ездить нельзя там тоже заглушка стоит очень я не вижу чтобы сиденья снимались здесь тоже целлофанчик подзавернулся видишь ремень почистить бы так это в принципе салон в классном состоянии без докатки идет здесь еще компрессор и баллончик с клеем должен быть колеса клеить здесь прикол открытая водительская дверь она не опустится зоны риска вот заклеены пленкой 24 19 145 по этой кромке сколов никаких нет это на автомобилях с таким лобовым наклоном часто там сколы есть лобовые термальные это сейчас когда солнце должно хорошо быть видно видно пленку обклеена торцы обклеены отблю дизель бак отблю на 8 литров это Андрей эксперт компании Одинавто оглянули мы уже автомобиль ничего в него такого что страшного не мая треба ему химчистку зробить бо є декілька забруднень від дитячого кресла вона вся ціла вона вся справна внизу трошки сміття підзабилося воно так видно что грязная смужка есть но в будущем треба будет або переклеить або взагалі он очень классная поста это Александр я бы не сказал что он перекуп у него все автомобили чьи он более комиссионный парень был хозяин автомобиля любая машина треба каких-то вложений идеальную не найти я попросил у вас минус 500 12,8 это только из-за того что уже родители купили вторую машину из-за того что уже есть правда в этих годах автомобиль покупается за состояние ну состояние автомобиля а не там какие-то плюшки комплектации и так далее чем автомобиль более ухожен тем он дороже стоит в этом возрасте есть как у всех свои там мелкие недостатки мелкие но в целом автомобиль хорошая мы в таком возрасте мы покупаем состояние кузова и хотя бы нормальное состояние мотора и змея игрока это тоже в большом состоянии я застает это это более процентов ворохновской машина обслуживала да машина обслужена очень хорошо там до дребниц власть показывал это до речи хоть и автосалон но машину они свою продают она у них по документах она подвергалась там разным нагрузкам ну надо проверить разгон торможение динамика как в этот момент ведет себя коробка и все остальные узлы и агрегаты проверить там на вибрации на посторонние звуки шумы и так далее не было не замечено ничего ну то есть ничего не предвещало беды как говорится по факту по факту оказалось что по течению какого-то времени звонит клиент заказчик и говорит коробка гудит издает троллейбусные звуки подшипник вала приводного который в корпусе который упирается в корпус сидит на сухую в корпусе посадочное место подшипником именно подшипником разбивается со временем из-за того что на машине ездили агрессивно из-за того что на машине машине давали нагрузку мотор мощный 2.4 коробка обычная такая как на большие колеса да опять же 18-дюймовые колеса там спорт комплектации и так далее в общем посадочное место расшаталось разбилось и оно дает такой троллейбусный электрический вой есть два варианта первый вариант это вынимаем подшипник из разбитого места в корпусе опаиваем это посадочное место фрезеруем назад вставляем и забываем об этом непонятно насколько но забываем второй вариант такой что берется контрактная коробка или не контрактная или корпус от коробки разбитой и используется вместе в сборе с частью корпуса там из нескольких частей состоит вот этот именно кусок коробки где стоит этот подшипник эта проблема оказывается достаточно распространенная на этих CR-В причем не только третьего поколения но и дальше четвертого где встречается именно эта коробка бывали случаи на пробеге и в 60 тысяч такое поэтому вот сейчас ищем решения по компьютеру там есть три ошибки это что сим-карта заблокирована рекламирования не было все работает автомобиль с интернетом но ошибка не активная это у них таки лах у мерседеса в ауде по ременях безпеки две ошибки это телематические то что они приехали две заглушки было а компьютер не видит что сам ремень безопасности вытянутый потому что работают дистроник или экстренное гальмирование то ремень не может втянуть и что не будет так в разе чего каких-то вопрос телефонуйте говорит вы не поверите я вас знал только из-за того чтобы вы посмотрели я три машины покупал три мерседеса то продавец не хочет то еще что-то говорит ну все срывалось не хотели чтобы наша компания смотрела а вот здесь я спросил можно да так он ее брать будет да я думал просто что посмотрели я тоже в начале что-то аж потерялся Друзья важный момент нужно сказать то что мы можем рекомендовать лишь только то в чем мы уверены сами мы можем осмотреть автомобиль по наружу мы можем осмотреть его внутри мы можем почитать электрические блоки автомобилей мы можем осмотреть снизу все узлы агрегаты если что-то непонятно человеку мы все рассказываем объясняем понимаем когда нужно что поменять какие технические моменты что нужно для регламентной замены и все 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 к концу получается документация такой легкий талмуд назовем так по обслуживанию автомобиля и да на все выбранные автомобили мы выдаем гарантию друзья на сегодня все с вами был Николай Тарануха Киев компания один авто всем удачи на дорогах всем пока пока очередная погоня оператора за машиной я же вриуме не ходить бежит а мы его да бежит под нажми и и и Продолжение следует...